Короче, Ричард Чейз, вампиры Сакрамента. Ричард Чейз, рождённый 23 мая 1950 года, был одним из самых известных и страшных американских серийных убийц. Он работал в штате Калифорния и быстро получил прозвище вампиры Сакрамента, потому что имел стойкую привычку пить кровь своих жертв. Делал это он из-за необычного убеждения, что нацисты пытались превратить его кровь в порошок, и ему надо пить чужую, чтобы не умереть. Однако плотью жертв он тоже не брезговал. Проблемы с психикой начались у Чейза ещё в самом юном возрасте. Он рос в семье алкоголиков и страдал от аннореза. С 15 лет начал сильно пить и употреблять наркотики. После 18 лет Чейз сам обратился за помощью к психиатру из-за проблем с половой жизнью, но психиатр уже тогда разглядел Чейз и крайне агрессивного человека с серьёзным психическим заболеванием. Однако Чейзу или кому-то другому ничего об этом сказано не было, что впоследствии оказалось непростительной ошибкой. От своих сексуальных проблем Чейз в итоге так никогда и не избавился, однако годами позже экспериментальным путём он выяснил, что может испытывать оргазм от причинения насилия, некрофилии, расчленения тел и поедания человеческой плоти. В 24 года его психическая болезнь прогрессировала, и Чейз начал страдать от клинического бреда и ипохондрии. Ему стало казаться, что кровь у него превращается в порошок пудры, и за этим стоят нацисты. Желудок тянется к спине, а кости черепа разъединились и свободно двигаются. Тогда же он начал ловить и покупать кроликов и крыс и пить их кровь, а также поедать их сырую плоть. Особым лакомством он считал смешанные в миксере крови кишки. Когда он проник в отделение скорой помощи, чтобы найти вора, якобы похитившего у него легочную артерию, его схватили и поместили на 72 часа под наблюдение психиатра. Однако и тогда никто не заподозрил Чейзи будущего страшного серийного убийцу. Родители Чейза к тому времени протрезвели, устали от его астерик и странного поведения и выгнали сына из дома, сняв ему отдельную квартиру подальше от них. Вскоре после этого Чейз попал в больницу и там признался, что вводил себе в артерии кровь кроликов. Признав у него параноидальную шизофрению, Чейзи отправили в психбольницу, где ему назначили лечение, которое ничем ему не помогло. Более того, из-за отсутствия нормальной охраны, Чейзи регулярно сбегала из этой клиники. А когда его находили и доставляли обратно, он всегда рассказывал, как ловил кроликов, поедал их сырыми и пил их кровь. Однажды, уже находясь в своей палате, он поймал на огне двух птиц, свернул им шею и выпил кровь. Это увидел санитар и пришел в ужас, поняв, что рассказы пациента были невымышленными. После этого Чейзи получил свое первое прозвище Дракула. Несмотря на отсутствующие результаты, Чейза через некоторое время признали выздоровевшим и не представляющим опасности для общества. В 1976 году его передали под ответственность матери, однако та не контролировала его и даже не давала прописанных ему таблеток. После этого Чейзи еще более деградировал. Он перестал следить за собой, не мылся, не расчесывал волосы, не чистил зубы. Вокруг его дома стали пропадать домашние животные. Однажды он лично заявил своему соседу, что убил его собаку и выпил ее кровь, так как без свежей крови он бы умер сам. Звучит невероятно, но такому человеку в 1977 году без проблем продали полуавтоматический пистолет и с этим оружием Чейзи уже начал готовиться к охоте на более крупную добычу. На людей. 29 декабря 1977 он застрелил 51-летнего инженера Абраза Гриффина, просто проезжая мимо на своей машине. А ранее ворвался в дом женщины и выпустил пулю в стену. Таким образом он пристреливался. 21 января 1978 года он ворвался в дом Терезы Уоллин и застрелил ее. Потом изнасиловал ее труп, исколол его тесаком, распорол живот, вытащил внутренности, а потом собрал вытекшую кровь в большое ведро. Из этого ведра он полил себя кровью в ванной, а потом пил крови стакана. Два дня спустя он купил двух щенков, убил и выпил их кровь. Еще через 4 дня Чейзи убил сразу 4-х человек, и это было его последнее, но самое шокирующее преступление. Он ворвался в дом 38-летней Эвелины Мира, где помимо Эвели находилось двое детей и сосед Дэн Мередит. Перестреляв всех из пистолета, Чейзи изнасил труп женщины, исколол ее тело ножом, пил ее кровь, потом распорол ей живот и излег внутренности. Одним из детей был полуторагодовалый племянник Эвелин по имени Дэвид. Чейз скрыл его череп и съел часть его мозга. Он собирался съесть и другие части его тела и выпить кровь, но его спугнула постучавшая в дверь дома соседская девочка. Чейзи бежал из залитого крови дома через заднюю дверь, уносил с собой тело маленького Дэвида, чтобы позже у себя дома в покое и тишине довершить начатое. Оставшиеся куски тела ребенка он потом подкинул в помещение ближайшей церкви. Девочка успела заметить в убегающего заднего двора мужчину и потом описала его внешность прибывшим полицейским. На месте преступления также были найдены окровавленные отпечатки пальцев Чейза, однако убийцу не смогли вычислить, так как он не значился в базе полиции. Помогла счастливая случайность. Когда о жутких убийствах написали во всех газетах, в полицию позвонила женщина по имени Нэнси и сказала, что описание внешности убийцы похоже на ее бывшего одноклассика Ричарда Чейза, у которого также были психические проблемы. Полиция начала проверять Чейза и выяснила, что он лечился в психбольнице и имеет пистолет 2.2 калибра, а когда она расспросила арендодателя, в чем доме Чейз снимал квартиру, тот рассказал, что этот человек очень странный, словно постоянно находится в наркотическом угаре. После этого за квартирой Чейза установили наблюдение и вскоре полицейские засекли его выходящим из квартиры с коробкой в руках. Коробка была покрыта пятнами крови, а внутри нее были куски окровавленных обоев и заляпанный кровью пистолет. На расспросы полицейских Чейз ответил, что недавно застрелил собаку. Однако стоило полицейским обыскать его карманы и найти там бумажник на имя Дэна Мередита, который Чейз захватил из дома Эвелин Миротт, как стало ясно, что к ним в руки попал тот самый маньяк. Почти год длилось последующее расследование и допросы Чейза, и с каждым разом полиция узнавала от него все больше шокирующих подробностей его преступлений и о том, в каком мире теории заговора он жил. При этом обвинение настаивало, что все убийства он совершал осознанно и понимал, что совершает преступление, а защита уверяла, что Чейз психически больной и не осознавал совершаемых им владеяний, а потому его надо не казнить, а держать в психбольнице до конца его жизни. Здравый смысл все-таки победил, и 2 января 79-го года Чейза приговорили к казни в газовой камере за 6 убийств в первой степени. Однако до казни он не дожил, покончив с собой через год путем принятия внутрь большого количества антидепрессантов, прописанных им тюремным врачом. Он не принимал таблетки ранее, пряча и накапливая их в укромном месте. С тебя лайк и подписка.